24 апреля глава Чувашии отчитался на сессии Госсовета о результатах работы Кабинета Министров Республики за 2017 год. Социальная политика традиционно заняла приоритетное место в выступлении Михаила Игнатьева. В Республике увеличилась продолжительность жизни. 72,7 года – это исторический максимум. Уже поставлена задача к концу 2020-го увеличить показатель до 80 лет. К тому же несколько лет в Чувашии – один из самых низких показателей младенческой смертности, который соответствует лучшим мировым результатам. Увеличилась господдержка граждан льготных категорий. В прошлом году на социальную политику было направлено более 11 миллиардов рублей. Большое внимание, большое место уделено решению социальных вопросов, улучшению жизнедеятельности различных групп населения. И в первую очередь меня заинтересовало то, как решаются вопросы жизнедеятельности малозащищенных, слабозащищенных слоев населения. Таких как ветераны труда, инвалиды, воин, сироты, дети-сироты и люди, проживающие в аварийном жилье. Все было наглядно представлено, что сделано, как будет делаться. И, значит, надо сказать, что действительно в этом имеются серьезные успехи. Много делается в вопросах трудоустройства инвалидов. Инвалидов 72%, которые были названы, это очень высокая, вполне достойная цифра, которая, значит, дает хорошее место в целом по Российской Федерации. Льготами на жилищно-коммунальные услуги воспользовались более 330 тысяч человек на сумму полтора миллиарда рублей. При этом глава Чувашии подчеркнул, что субсидии по федеральной целевой программе жилища в регионе используются неэффективно. Мы имеем искаженные, заниженные статические данные о вводе квадратных метров жилья муниципалитетов. Были времена, когда мы говорили, что там приписывают квадратные метры, все остальное по адресам выезжали. Но сейчас у нас другая ситуация, другая проблема возникает. С бюджета деньги даем, а квадратные метры не получаем обратно. Поэтому обращаю, соответственно, и министр строительства, и глав администрации списки. Вы составляете, надо смотреть, комплексно оценивать. Данные программы воспользовались в 2015 году порядка полутора тысяч семей. Из них порядка 7% направили данный вид поддержки на строительство индивидуальных жильевых домов. Но, к сожалению, порядка 40% из этого, из воспользоваться поддержкой, не зарегистрировали данные, не зарегистрировали дома в собственность. Мы сейчас с муниципалитетами планируем проводить проверки. Понятно, что это был недостаточный контроль с нашей стороны, и в том числе со стороны муниципалитетов. И также планируем с ними провести эту работу и осуществить, скажем так, эффективное использование данных бюджетных средств. Правительство республики будет следить за тем, чтобы данные о вводе жилья в муниципалитетах не искажались, а построенное жилье вовремя регистрировалось.